Печальная новость заключается в том, что мясо это полноценная пища. Там хватает белка, жиров, углеводов, минералов, витаминов. Все, 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 все хватает. Все классно. И с этой точки зрения мясо хороший продукт, полноценный. Но есть несколько проблем, из-за которых я бы вам вообще не советовал есть эту пищу. Вот несколько проблем всего. Первая проблема, очень тяжело переваривается. Если взять, допустим, солевой раствор, а это как раз и есть наш желудок, и положить туда кусок сыра, то через 5 часов он превратится просто в пену варки, в кастрюле. А мясо как было куском, так и останется. Понимаете, то есть очень медленно переваривается мясо человека в организме. Вот, следующая проблема заключается в том, что кроме грубого плана у нас еще и психический план. А на психическом плане что такое мясо? Мясо это тело животного, которого убили насильственной смертью. И это животное в тонком теле находится в пространстве каком-то тонком и связано, пока тело его свежее, еще не сгнило, а гнилое мясо никто есть не будет, у драков нет, все едят только свежее. Вот пока это мясо свежее, животное связано с ним и проклинает того, кто его ест. Вот это и есть сглаз настоящий. То есть человек, когда попадает в эту ситуацию, он поел мясо, он попал под влияние вот этого вот силы, несправедливости, он совершил несправедливость по отношению к этому животному. И от этого возникает депрессивность. То есть быть оптимистом тяжелее, когда человек ест мясо, чем когда он его не ест. И поэтому люди, когда они едят мясо недели две-три, они чувствуют, что настроение стало всегда приподнятым, стало легко жить и как будто вот легкость внутри какая-то, вот хорошо, вот так легкость. Это означает, что человек очистился от этого влияния, насилия, которое ты сам создаешь в своем психике из-за того, что ты ешь мясо. Является ли мясо пищей вообще в принципе? Мясо является пищей в принципе, но пищей экстремальных ситуаций. То есть веды говорят, что когда идет война, жрать нечего, человеку можно есть мясо животных, и это не является грехом. Но если жрать есть чего, то есть как бы мы не голодаем, то лучше эту пищу не есть, потому что это тяжелая пища. И китайцы провели исследование глобальное, много миллионов людей участвовало в этом исследовании. Это было совсем недавно, не больше пяти лет назад. И это ученое исследование показало, что мясо является главным канцерогеном на земле. Канцероген означает стимулирование развития злокачественных опухолей. Поэтому как бы потихонечку, помаленечку старайтесь отказаться от этой пищи. Знайте, что точки зрения судьбы есть разные виды мяса. Не все мясо одинаково вредно для судьбы. Потому что это зависит от развития живого существа, и поэтому веды объясняют, что есть три стадии развития живого существа, и сравнивают это со сном. Они объясняют, что растение — это жизнь во сне без сновидений. То есть растение, в принципе, просто чувствует счастье, но себя вообще не осознает. Вот оно растет, чувствует счастье, находится в глубоком сне, вот снится такое без сновидений, просто счастье, и себя не осознает вообще. Если у растения отрезать ветки, то оно возбуждается, это же насилие, но чувствует боль. Просыпается чуть-чуть и растет лучше от этого. Поэтому садовники все знают, если не обрезать фруктовые деревья, ветки не обрезать, они долго не живут, становятся старыми. Для того, чтобы дерево было молодым, нужно всегда обрезать ветки. Тогда дерево долго может, даже тысячу лет жить. Допустим, есть оливковый сад в Иерусалиме. Иисус Христос там вот о своей участи молился. Этот сад, в этом саду очень часто обрезают ветки, и деревья стоят уже больше, уже около двух тысяч лет. И они продолжают расти, за ними ухаживают, следят. Итак, ну а если у поросенка отрезать ножку, она не вырастает. Потому что есть следующая форма жизни, называется сон со сновидениями. В этой форме жизни живое существо тоже как по сне себя чувствует, но при этом оно знает, что оно жить, живет. То есть оно себя помнит. И вот, допустим, собака может гавкать на свое отражение. То есть она не совсем ориентируется, она не совсем себя понимает, но она чувствует, что она живая. И она понимает, что такое смерть. Вот она не хочет умирать, в отличие от растений. Растения вообще не чувствуют этого, не понимают. Но собака понимает. И в тонком теле, когда растение выходит в тонкое тело, оно не понимает так же, что с ним произошло. А вот собака, когда в тонком теле выходит наружу, она понимает, что с ней произошло. И поэтому она против, она свой протест выражает тому, кто связан с ее телом. И таким образом мы получаем негатив в себя, который, копясь, превращается в агрессию в организме. А агрессия означает злокачественный опыт, зло. То есть зло начинает в организме развиваться. Поэтому человек должен быть осторожным с этой пищей. В целом следует знать, что пробуждение сознания в разных формах животной жизни бывает разным. Допустим, если взять, допустим, мы веселые медузы, мы похожи на арбузы, то здесь как бы почти вообще нет никакого сознания. Это почти растение. Причем переход постепенно, например, грибы, это вообще форма между растением и животным. Это вроде бы кажется растение, но это не растение уже. Они ведут себя как животные, они агрессоры, то есть они как бы питаются другими растениями, грибы. Знаете об этом, нет? Поэтому они всегда паразитируют, не могут не паразитируют. Это их способ существовать. Поэтому грибы тоже не самая лучшая пища, потому что они разрушают иммунитет. Если ты грибы ешь, то у тебя грибковые инфекции в организме будут появляться по-любому, потому что одни грибы помогают расти другим. Вот, допустим, дерево без грибков, и грибы на нем не растут, да? Вот, один гриб сел на дерево, дальше пойдут все остальные садиться, потому что иммунитет этого дерева уже подавлен. Точно так же мы, допустим, едим полезные грибы, как мы говорим, полезные. Полезных грибов не бывает. Допустим, мы опята едим, допустим, то грибковые заболевания, риск возрастает многократно в организме. Но есть еще одна проблема. Она заключается в том, что грибы, они в принципе не разбираются, что такое хорошо, а что такое плохо. И поэтому у меня есть один друг, у которого начальник ЦСС в одном Краснодарском крае, в одном районе, мама. И она рассказывает, что каждый год люди умирают семьями целыми от грибов, которые абсолютно нормальные, но просто выросли в ненормальном месте или ненормальное время. Допустим, вспышка солнечной активности на солнце, грибы становятся уже опасными. Или, допустим, какая-нибудь мышка решила там как бы умереть на этой грибнице. Весь яд этой мышки трубный будет всасываться этими грибами. А внешне масленок и масленок, понимаете? Ну, то есть, есть даже, в принципе, нормальные грибы лесные. Это спорт лото. Поэтому остается только один вариант. Это есть, если вы хотите есть грибы, это есть грибы, которые выращены в искусственных условиях, ну, на посадках каких-то. Потому что лесные грибы есть в принципе нельзя, потому что это опасно для жизни. Потом маринованные грибы лучше не есть вообще никогда, потому что риск бутулизма очень высок. И это такая страшная болезнь, что человек вообще просто помирает, за здорово живешь. Понимаете? То есть, на нервную систему влияет токсин. Разрушает нервную систему в организме. Поэтому, если вы сильно уж любите грибы, то только вот выращенные человеком, это вешенки там всякие, вот эти вот, которые выращивают промышленно, это, по крайней мере, безопасно с точки зрения жизни. Но с точки зрения иммунитета небезопасно. Если у вас иммунитет начал страдать, лучше их не есть. Я вот не ем уже 20 с лишним лет и вообще даже как-то не задумываюсь, что я чего-то лишен в жизни. Значит, если уж говорить о мясе, то есть стадии. Вот, допустим, если вы едите вот эти все там крабы, там раки, все эти креветки, это самые низкие формы интеллекта. Они вообще почти ничего не соображают. Поэтому это, ну так, трудно назвать мясом даже. Ну, то есть, почти что растение. Ну, все равно мясо, конечно. Вот, но опасность с точки зрения судьбы уже самая низкая. Рыбы на следующем месте стоят. То есть, рыбы тоже почти себя не осознают. У них очень слабо развито сознание. Поэтому рыбы на следующем месте. И вот, допустим, в православных монастырях рыбу едят, а мясо не едят другое. То есть, это тоже не просто так. И, допустим, почему в религиозных традициях во всех пост на мясо именно? Потому что это очищает сознание. То есть, эта пища портит духовную жизнь, то есть, оскверняет. Поэтому на нее пост всегда делается. Значит, следующая пища, более опасная для сознания, но все равно не такая сильно опасная, это мясная пища, это все эти земноводные и птицы. Тоже сознание очень слабо развито. Сильнее развито у мелких диких животных, таких как зайцы там и так далее. Еще сильнее развито у крупных диких животных, таких как олени и так далее. И больше всего сознание развито у домашних животных, таких как коровы, свиньи. Курица — это птица. Коровы, свиньи, собаки, кошки. А еще опаснее есть животных, мясо, которых вы любили для вашей судьбы. Допустим, коровку любили, любили, а потом зарезали. Вот это еще опаснее, уже совсем опасно, потому что за это уже человек конкретно будет отвечать. И вот это люди часто чувствуют. Они чувствуют, что вот эту корову я резать не буду, я ее лучше продам, как бы. Ну, по крайней мере, хоть так. Ну, то есть, ну, представьте собачку свою, вот одна женщина, у нее была жуткая истерика просто, она чуть не ушла из жизни. И история такая. Она приехала в Таиланд, ну, как туристка, как бы, и пошла в какой-то ресторан, она не поняла, что за ресторан. А в этот ресторан приходят со своими животными. И она собачкой пришла, собачку оставила, говорит, присмотрите за собачкой, как бы. Они присмотрели, и она сидит, а где кушать? И говорит, мы готовим, подождите немножко. И собачку принесли, как бы, готовую ее собачку принесли покушать. И она там просто чуть не порвала всех в этом ресторане. Вот, то есть, вот это вот очень опасно для судьбы уже такая ситуация. Ну, ладно. Яйца – это не живая пища. Но, если говорить о ведах, то веды рекомендуют также не есть ту пищу, которая оскверняет сознание из-за того, что она вышла из нижних центров. Как этот Задорнов, он спросил, как бы, Петросян Задорнов, а что яйца-то ты не ешь, говорит, там же нет жизни. И он говорит, это яйца, говорит, это аборт курицы. Поэтому я, говорит, не ем. Я аборт не ем, говорит. Ну, ладно. Потому что оскверняется сознание. Вот вы плаценту будете есть? Плаценту будете есть? Материнскую? Нет, конечно. Но вот яйца – то же самое. Это плацента – та же самая. Вот это один в один просто. Но вы поймите, вот теперь я вас предупреждал и говорил, будем слушать или нет? Если мы слушаем, мы не возмущаемся. То есть я вам не запрещаю есть ни яйца, ни грибы, ни мяса, ни рыбу. Не запрещаю. Больше этого вам скажу. Если вы сейчас бросите завтра, вы с ума сойдете. Потому что эта пища – это пища развития сознания. Когда человек стремится к самосовершенствованию, в какой-то момент жизни ему эта пища начинает мешать, и он поэтому от нее отказывается, что ему легче без нее развиваться, как личности. Но, понимаете, человек не должен искусственно отказываться от этой пищи, потому что она питает его психику. Вот, допустим, человек резко мясо бросил, он будет с ума сходить, и у него начинаются в организме какие-то неприятности. Это не от того, что без мяса нельзя жить, а от того, что он не готов, он без мяса не готов жить, его психика не готова, понимаете? Потому что он до этого не развился как личность. Я вам сказал уже, самая чистая пища, приносящая человеку молодость и счастье, это вообще зелень. Это не значит, что надо одну зелень сейчас все бросить и есть. Понимаете? Есть разные стандарты питания. Допустим, монахи могут питаться одним молоком, это тоже самая возвышенная пища. И они не будут болеть. Или могут питаться одной зеленью, или они не будут болеть. Понимаете? Но мы не монахи, понимаете? Поэтому человек должен выбрать свой стандарт питания какой-то. Но есть ограничения. Например, если у него в УЗИ, он нашли доброкачественную опухоль, мясо до свидания. Мясо до свидания. Потому что если вы будете продолжать есть мясо, оно станет злокачественной. Понимаете, да? О чем я говорю? То же самое аборты до свидания. Вот. Ненависть людям, злоба к кому-то до свидания. Всех надо простить. Если доброкачественная опухоль в организме есть, нельзя злиться, нельзя курить, нельзя есть мясо, и нельзя есть на ночь. Потому что это тоже будет кормить именно опухоль, а не ваш организм. Вот это надо четко усвоить. И надо начать срочно бегать и поститься. Иначе эта опухоль все равно никуда не денется. Ее, чтобы вывести, нужны бег и пост. Иначе вы никак с ней не справитесь. Субтитры сделал DimaTorzok